Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы сегодня читаем и обсуждаем восьмую главу Евангелия от Луки. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Спаситель ходит от селения к селению, от города к городу, благовествует Евангелие. Собственно, суть Евангелия, она сводится к приобщению человека к Царству Божию. А это Царство является через самого Господа Иисуса Христа. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. И вот здесь оказывается, что не только уходили за спасителем ученики, двенадцать апостолов, но были и ученицы, то есть лица женского пола, а это кто? А от кого он освободил? Причем сказано, что кого-то он исцелил от одержимости, то есть исцелил от злых духов и болезней. И в частности упоминается Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Мария Магдалина, личность, конечно, особенная, далеко не все мы можем сказать на основании евангельского текста, но видно, что она была какое-то время одержима. Причем в отношении одержимости говорится семь бесов. Это как бы противопоставление семь дарам Духа Святого. И означает, что она была в очень тяжелом положении. В таком состоянии, что не просто один бес, который как-то себя проявлял, а, вероятно, она не могла никак себя проявлять в нормальной человеческой жизни, и однако же Спаситель с легкостью изгоняет из нее этих лукавых духов, и в знак благодарности она ходит за ним. Упоминаются еще некоторые женщины, это в будущем они все жены мироносицы. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. То есть некоторые были весьма высокопоставлены из представительных таких домов, поэтому им хотелось вот в знак благодарности послужить Господу от своих имений и Спаситель, ведь он же никаких денег не зарабатывал, он ничего не продавал, не покупал. Он был сам из очень такой вот низкой, если говорить, социальном положении семьи, и поэтому Спаситель и ученики, они жили от подаяния, если так прямо сказать. И вот оказывается, что некоторые последовавшие за ним женщины, они как раз несли вот эти пожертвования. Упоминается в том числе жена домоправителя Иродова, был домоправитель Хузы, и вот его жена по имени Иоанна. То есть вы понимаете, что домоправитель – это очень высокий человек, и вот его жена следует за Спасителем. Она от дома Ирода уходит за Христом и за Благовестием. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчую. Спаситель часто изъяснялся притчами. Притча – это что? Это короткий образный рассказ. То есть это не какое-то подробное литературное произведение с художественным замыслом и так далее. Это очень короткий, насыщенный образами рассказ, который легко запоминается слушателями. И вот эти вот образы Спаситель берет из жизни, понятной простым людям. Вот в частности притча о Сеятеле. «Вышел Сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». То есть это вот про реальный такой посев земли, когда зерна летят куда попало, кажется, да, вот сеется, и то, что упало при дороге, это быстро склевывают птицы. «А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги». То есть там, где не очень много земли, не очень глубоко падает, вроде бы быстро всходит среди камней, но нет влаги и быстро засыхает. «А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его». То есть если вот много сорняков, они просто задавят этот добрый плод. «А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный». «Сказав себе, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Вот Спаситель произносит эту притчу, и как бы люди со вниманием слушают, и Спаситель говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть мы все ведь имеем уши, но не все можем услышать. А услышать что мы не можем? Духовный смысл, который там заложен. То есть есть некоторый сокровенный высокий смысл за этими образами земными, и это нужно как бы расшифровать, распутать. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Почему Спаситель вот так говорит? Он как бы разделяет. Вот есть те, кто, как ученики его, 12 апостолов, они с удовольствием следуют за Христом, и поэтому они постигают тайны Царства Божия. И даже если им что-то непонятно, как эта притча, они все равно получат изъяснение. И это не только ученики на тот момент, а это всегда на протяжении всей истории ученики Христова получают тот или иной ответ, то или иное вразумление. Даже если что-то поначалу непонятно, но все равно человек стремится постичь какой-то духовный смысл, раскрыть себе смысл Священного Писания, со временем он это постигнет, потому что Господь ему как-то это откроет. Или через толкователей, или даже через сам опыт духовной жизни. А прочим сказано в притчах, то есть тем, которые не как ученики Христовы, которые слушали просто из любопытства. Появился какой-то необычный тут человек, учитель, ну послушаем его, может быть посмотрим его какие-то чудесные дела, как на фокусника какого-то, и пойдем себе дальше. И вот им, видя, не видят и слыша, не разумеют. Они не постигают внутренний духовный смысл. И Спаситель объясняет ученикам смысл этой притча-сеятель. Вот что значит притча-сея. Семя есть Слово Божие. То есть то, что вот это вот семя, которое разлетается всюду, это евангельская весть, это Слово Божие, которое мы призваны сеять в мире, чтобы люди его принимали, да и сами мы некогда восприняли это семя, чтобы оно тоже возросло, потому что в основном мы все пришли в церковь, будучи до этого неверующими людьми, не из каких-то воцерковленных семей, а будучи людьми чужными церкви. Итак, семьи есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово и сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Это что за слушающие такие? А это которые, ну, как попало, вот они слушают. То есть для них Христос не является чем-то ценным, чем-то важным и, ну, услышали вот что-то, что вот есть что-то там интересное. Любят люди слушать про чудеса, допустим, которые происходят в том или ином святом месте, да, или о том, что где-то там живет какой-то старец, который помогает. Но сами люди не хотят изменяться, и вот они что-то услышали, с любопытством так вот послушали, а потом пошли своей дорогой. И получается, что как бы это вот при пути, где птицы склевывают эти зернышки, и как будто этих зернышек и не было, они даже не пускают корня. То же самое вот эти вот поверхностные слушатели, которые не обращают внимания вглубь и сами не принимают это слово внутрь своего сердца. «А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают». Это что за люди? Это люди, душа которых еще не размягчилась благодатью Божией, и они сами еще вот не преобразились своей душой, но в принципе они увлеклись. Это вот как бы первый порыв таких вот неофитов. Если первая категория – это те, которые ну просто вот в отдалении как бы услышали и пошли себе дальше, они даже не пытаются на это как-то реагировать, то во втором случае – это люди, уже принимающие слово, это такие вот вдохновленные неофиты, которые с радостью, сказано «с радостью» принимают. И там еще у других вот евангелистов, что очень быстро здесь спускается корень, так как немного земли. И действительно, вроде бы они стараются тут же что-то делать, исполнять какие-то правила, говорить о Христе начинают, причем очень настойчиво, убеждая других в своей правоте. Но корня нет. Корень неглубок у них. И временем они веруют, но как только придет какое-то сильное искушение, и они отпадают. А что это за сильное искушение? Это, ну, я вот приведу такой пример, что вот я работал, трудился в семинарии как проректор, и бывает, приходит какой-то молодой человек, и он говорит, вот я очень хочу поступить и там вот учиться, мирская жизнь меня уже не удовлетворяет, но вот сейчас вот я, какое-то время мне надо там еще некоторые дела доделать мирские, и я потом через год приеду. И вот сколько помню таких было случаев, через год не приезжал ни один. То есть поначалу они как бы увлекаются вот этим, и хочется им посвятить себя Богу, служению, церкви, а потом они возвращаются к каким-то вот мирским делам, и это вот как искушение, которое затягивает, 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 и потом первые впечатления духовные, они просто полностью изглаживаются у них, и все. Уже через год все это как какое-то смутное воспоминание. А поначалу-то было вот такое вдохновение, восторг даже. То есть вот что это такое. И человек, ну, каждый через это проходит на самом деле. Так вот можно потерять легко молитву. Поначалу молитва тебя радует, вдохновляет, и ты черпаешь от нее вот какие-то вот силы, а потом наступает такое искушение, что ну вот вроде бы уже ты привык к этой молитве, да тут еще вот много мирских дел, и потихонечку начинаешь урезать себе молитву, время, усекаешь это, и пройдет тоже сколько-то еще там, год-два, и все. Ты уже просто перестаешь молиться, потому что вот эти искушения, они полностью тебя извлекли из этого. Третья категория. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово. То есть это люди, которые, в общем-то, более серьезно относятся, принимают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. То есть это, в общем-то, если прямо сказать, это вот все мы в основном на этой третьей категории находимся. То есть да, мы слушаем слово, но потом у нас появляются либо какие-то заботы, то есть тут три категории. Вот есть заботы, все время надо куда-то спешить, зарабатывать себе на жизнь, что-то там вот делать, строить, мастерить, и получается так, что, ну да, вот иногда мы приходим в храм, ну как бы это вот немножко отодвигается, а на первом плане у нас наша мирская жизнь и вот мирские заботы. Второе – это богатство, это когда человек получает некий такой вот комфорт, комфорт, жизненный комфорт, и для него уже тоже, ну вот он вроде бы верующий, но этот комфорт для него и становится главным божеством, которому он посвящает себя. Да, и вот тут, кстати, примыкает и третья уже категория наслаждения житейские. Человек уже живет ради своего удовольствия, вот там ездит по разным курортам, наслаждения всякие, там меняет себе смартфоны, постоянно там или новый автомобиль или еще чего-то, и все это вытесняет у него прежнюю духовную жизнь. То есть, если когда-то было внутри горение, а это все как бы вторично, там машина, ну, как Господь подаст, там телефон тоже, главное, чтобы звонил. Было горение духовной жизни, как бы хождение пред Богом. А тут получается, что все эти заботы, богатство и житейский комфорт, наслаждение житейское, они все это вот погребают, и да, вроде бы есть духовная жизнь, но она где-то там глубоко под спудом. Вот что такое вот эта вот третья категория, и с этим нужно постоянно бороться, фактически всю жизнь. А четвертое, это что? А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. То есть, тут тоже несколько таких вот важных вещей, что это доброта, чистота и терпение. Вот три характеристики. То есть, хранят его в добром и чистом сердце. Сердце сохранить добрым посреди всех вот этих злых искушений, когда все говорят злобно друг с другом, злобно отвечают, когда всюду какая-то вот нечистота, скверно пропагандируется, разврат, а ты вот храни доброе и чистое сердце. И при этом приносить плод в терпение, то есть, не сорваться в какое-то вот отчаяние, в какое-то негодование, что вот все вокруг плохо, и там правители не такие, соседи не такие, вообще все не так, и жена не такая. То есть, сохранить плод в терпении и воспринимать внешние искушения как проявление промысла Божия, как то, что тебя врачует, лечит. Вот таковые-то люди, они приносят подлинный плод. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит, то есть, уши-то есть у всех, но не все услышанные притворяют в свою собственную жизнь. То есть, уши-то для чего даны? Для того, чтобы мы воспринимали Евангелие к жизни. Никто, зажигши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. И это взаимосвязано все. Вот предыдущая притча и то, что сейчас, что ты не покрывай христианскую жизнь к себе как бы сосудом, пусть она освещает каждый шаг твоей личной жизни. То есть, идешь на работу, помолись. И на работе тоже не только делай свои дела, а время от времени молись вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Пусть ум и сердце обращаются ко Господу, и это будет вот этим светильником, свечой, которую не покрывают сосудом, не ставят, не задвигают куда-то под кровать, а чтобы христианская жизнь, она в нас была как бы на подсвечнике, и она будет давать нам свет. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Ну и, в общем-то, что тут можно сказать? То, что хотим мы того или нет, но все тайное со временем становится явным, и это очевидно. Поэтому какой образ жизни мы стяжали, это и будет очевидно для всех остальных. Да, понятно, что вот люди живут там, друг друга осуждают, наговаривают, но это вот как шелуха отпадает. А потом проходит время, и все-таки перед нами предстает подлинный образ жизни того или иного человека, что, оказывается, всю жизнь он терпел, всю жизнь он был молитвенником, со смирением принимал скорби, которые ему посылались, и он как вот Божий слуга. А бывает так, что иная ситуация, что человеку там вот верят, слушают, спрашивают у него там советы, а потом вдруг оказывается, что он был прельщенным, каким-то вот самовлюбленным таким наставником, манипулировал сознанием других, и это рано или поздно тоже открывается. То есть лжи учителя открываются, но и подлинные рабы Божие, они тоже со временем становятся явными, потому что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Наблюдайте, как вы слушаете, то есть вот старайся изнутри сам себя контролировать. Вот как я воспринимаю слово о Христе, читая Евангелие. Если вдруг я вижу, что это для меня как мертвый текст, это значит, что я сам мертвый. В лавре после Второй мировой войны, когда обитель возрождена была, то один из первых старцев, ну там много вернулось, конечно, и пришло монахов, архимандрит Иосия в схеме Иосиф. И вот он говорит, что он когда в семь лет научился читать, то он стал читать Евангелие. Вот он говорит, уже 70 лет я читаю каждый день Евангелие. Ну это значит, что когда он говорил, ему было 77 лет. И вот говорит, вот 70 лет читаю каждый день, и никак не могу к этому привыкнуть, вот каждый день вот как что-то новое для себя открываю. Мне вот это совершенно не скучно. Это значит, что у него душа живая, то есть не текст мертвый, а просто вот наша душа, вот как мы слушаем, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет вот это вот усердие внутреннюю жизнь, тому дано будет. А что дано будет? А вот то, что я обещан в Евангелии, жизнь вечная. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Ну а что он думает иметь? Он думает, что ну да, это вот мне молитва тяжела, Евангелие мне скучно, но я вот попрошу у Бога чего-нибудь, там зарплату хорошую или здоровье отмену. И вот мне Господь подаст. Нет, вот кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. То есть такие молитвы оказываются бесплодны, потому что сам такой человек, он мертвый пред Богом. А вот такие строгие слова произносит Спаситель. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». И вот эти слова тут же с радостью подхватывают протестанты, что вроде как бы здесь против Божьей Матери. А собственно, чему радоваться, когда сказано, что «почитай отца и мать свою», да, и «злословище отца и мать смертью да умрет», это еще там сказано, и Спаситель, он как раз и чтил свою маму, и он, и поэтому, когда на кресте, он заповедует ученику Иоанну относиться к Пресвятой Деве, вот как к матери, как бы усыновляя всех учеников Христова, то есть всех христиан, самой Пресвятой Богородицы. И о Пресвятой Деве мы читаем, как они написаны в самом начале Евангелия от Луки, когда сказано, что она исполнена Духа Святого, да, и благословена ты между женами, и ублажает ее все роды, вот это вот предсказано, что все роды ее будут ублажать как Матерь Христа, а дело-то вот в чем, вот если мы посмотрим здесь, ведь Спаситель это не Матери своей, отвечает, он говорит тем, кто говорили, то есть, да, они Пресвятая Богородица и братья, ну, братья это кто? Братья это дети Иосифа, Иосифа Обручника. Мы знаем, что сам Иосиф, он видит, что Пресвятая Дева имела от Духа Святаго, да, поначалу он это не распознал, было через ангела открыто, то есть, никакой связи у них телесной не было, и поэтому братья Христовы это дети Иосифа от его первого брака. Так вот, они действительно не могли подойти и дали, и вот те, кто говорит, что вот там вот Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя, но он как бы здесь вот, имея в виду непосредственно окружение вот этих людей и говорит им, что он ведь, он посвящен всецело вот этому служению, Богу Отцу, благовестию, и вот те, которые слушают Слово Божие и исполняют его, вот они мне и есть мать и братья, то есть некая духовная взаимосвязь. Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его, то есть духовное ростово, оно выше телесного, но если углубиться, то собственно именно его собственная Матерь Пресвятая Дева, она и была и есть слушающая Слово Божие и исполняющая его. Она благословен и ты между женами, благословен плод чрева твоего, да, да будет мне сие по глаголу твоему, говорит она, то есть именно его Матерь, она и есть самая первая из тех, которые слушают Слово Божие и которые исполняют его. Это мы не слушаем и мы не исполняем, она как раз слушала и исполнила. Так что вот этот текст, он совершенно ничего не говорит против Божьей Матери, он говорит о том, что есть некое вот особое родство рядом со Христом. Это те, кто слушают Слово Божие, которые исполняют его, но среди этих слушающих и исполняющих на первом месте как раз и оказывается Божья Матерь. А вот братья, они, дети Иосифа, они поначалу-то не веровали в Спасителя, а потом уже по воскресенью в общем-то они все тоже в числе учеников. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им переправимся на ту сторону озера и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами и они были в опасности. Вот на самом деле это как бы картина того, что вообще в нашей жизни происходит и да и вообще у любого верующего вообще церковных людей. То есть мы-то думаем, что если с нами сам Христос, то никакие беды не приключатся. А вот пожалуйста, с учениками и есть сам Христос, воплотившийся Бог. И вдруг бурный ветер, то есть волны настолько они подымаются, что уже захлёвствует вот эту лодку, а Спаситель спит, то есть как будто не слышит. И это как бы вот повествование евангельское, оно почему вошло в это? Оно для нас очень важно у нас и будет в жизни так, что нам кажется, что Господь Он не рядом. Или как будто Он спит. Он рядом, но Он спит, то есть не слышит и не обращает на наши беды никакого внимания. И вот они испугались очень страшно, чувствуя свою вот эту опасность и подойдя разбудили его и сказали наставник, наставник, погибаем. А как они могут погибнуть, если рядом Спаситель? То есть если Спаситель, то это и есть спасение, никакой не может быть погибели. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и поминуются ему. То есть получается, что Спаситель все это попускал тоже ради какого-то испытания. Вот где вера ваша? То есть если бы была вера, они, конечно же, бы приняли, что они не могут погибнуть, когда рядом с ними сам Христос, Спаситель. Вот вспоминается, как преподобный Паисий Святогорис, он рассказывал про одного юношу, по-моему, впоследствии монаха, который, когда был в лодке, а он не умел плавать, и вот там просто он помогал кому-то то ли рыбу ловить, то ли чего, и вот с ним была там девушка, она как дочь рыбака или кого-то, вот, и она решила его, так сказать, соблазнить, ну и он просто, чтобы избежать этих соблазнов, он тут же кинулся в воды, и получилось так, что он не только не утонул, а он как бы встал на вот эти воды, получается, что Господь сразу же явил вот это вот чудо, то есть на самом деле такие вещи, они происходят, и когда надо, Господь непременно убережет, убережет тебя от этой беды, вот тоже вспоминается, как, ну там, среды знакомых, человек вот он спасет только потому, что он пояс живой в помощи, вот положил собой в карман, и когда вот другие тонули, то он не утонул, то есть какая-то чудесная сила, как будто его вытащила из этой воды, то есть когда мы веруем во Христа, Спасителя, то он не даст нам погибнуть, ну даже если и мы утопаем с именем Христовым, то это не утопание на самом деле, а это есть спасение во Христе, то есть не надо думать, что всякий такой несчастный случай, это уже гибель человека, это может быть как раз вот его спасение, поэтому мы все веряем в руки Божьей, но самое главное это вот вера, где вера ваша, а они, ученики, только в страхе, изумлении спрашивают, да кто же это, что ему там ветер, буря повинуется, кто же это такой, то есть они никак не могут понять, что перед ними не просто человек, а Бога человек, и приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи, когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшись, и живущий не в доме, а в гробах, то есть, конечно, зрелище такое жуткое, прибегает дикий человек, ну, у другого евангелиста там сказано, что два одержимых, и, видимо, их было два, но один как бы преобладал, а второй, как бы последующий за первым, Лука, он говорит про этого одного, который наиболее был одержим, как некий вот лидер в этой небольшой группе одержимых. Жили они в гробах, но гробы, это, конечно, не деревянные, сколоченные вот эти вот ящики, а имеется в виду пещеры в утесах, в которых в иудеях хоронили людей, и там они находили свое пристанище, и вот как бы некая дикость тут, да, вот они одевались в одежду, и тут мы еще прочитаем, что там их связывали цепями и узами, они все это разбивали, селище неимоверное, то есть бесы, они могут, в общем, конечно, не спровергать, разрывать, они живое превращают в мертвое, все рушат вокруг, и вот он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Оказывается, одно появление Господа Иисуса Христа, оно уже производит неотразимое действие на демонические силы, и они боятся. Вот этот дикий человек бежит, которого никто не мог сковать, связать, куда-то посадить, там он все сметал на своем пути, и тут же вдруг в трепете падает, потому что бесы не могут ничего противопоставить Христу, Сыну Божию, и они говорят, что «ты мучишь меня, вот этот один из бесов, что тебе до меня, ты умоляю тебя, не мучь меня, он молит Христа». А почему так? «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека». То есть тут как бы в обратном порядке, оказывается, вначале спаситель увидит его, говорит ему, выйди, и тогда вот он скричал, уже вот упал и скричал, умоляю тебя, не мучь меня, зачем ты пришел и так вот делаешь. А еще до этого было вот что, здесь как бы в обратном порядке повествуется, «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из его человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». Вот бывает так, что человек ищет какой-то особой физической силы и занимается даже, может быть, экстрасенсорикой или там восточными единоборствами. Вот как-то к преподобному Паисию Святогородцу тоже приходил один юноша, который увлекался восточными единоборствами, он сказал об этом, а отец Паисия говорит, что это все бесовские обольщения, вот эти единоборства, которыми он увлекается, но тот недоволен, как это так, и старец Паисии протягивает ему сухую веточку тоненькую с тремя высохшими листиками, говорит, вот, сломай. Ну, может быть, я посильнее, а ему оставалось этому юноше, как там немножко уже на черный пояс должен был сдавать, и тут вдруг предлагается ему какой-то там тоненький листочек высохший разломить, но старец Паисии говорит, давай, ну, он чувствует, а он не может разломить этот простой листик, который дал ему святой человек, то есть, оказывается, его вот эта физическая сила и восточное единоборство, это вот заигрывание с темной силой, и на самом деле он оказывается слаб пред благодатью Божьей, вот такой был смысл этого, и он не может и понимать, что никакого совершенства через эти единоборства, через всю эту технику, искусства вот этих бойцовских, он никакого совершенства и силы даже не достиг, потому что благодать Божья, она сильнее, она проявляется через этого немощного старца, и вот то же самое здесь, он разрывал узы, а это бесовская сила, но как только перед Христом, который, конечно же, он не Геракл, да, там не какой-то культурист, а в простой немощно-человеческой плоти пришел, и бесы ничего не могут, и они, да, он сказал, да, и Иисус спросил его, как тебе имя? он сказал легион, потому что много бесов вошло в него, ну, легион, это несколько тысяч, там, в римской истории по-разному, четырех, пяти тысяч, иногда вот шесть тысяч воинов, то есть огромное воинство, не просто один, и это, в общем, страшная вещь, из-за чего такое было попущено, трудно сказать, но, собственно говоря, каждая, вот, греховная страсть, каждое злое дело, или вот когда человек схватил какую-то злую мысль, или гордо подумал, например, о себе, это как бы привлечение беса, беса гордости, беса злобы, или там, беса блуда, и такой человек, который все время вот матерится, допустим, там, пьет, выпивает, осуждает, блудит, он становится, как скопище нечистых духов, в которых целый легион в нем обитает, как бы с растворившейся его несчастной душой, и набившейся его тело, и по такому человеку, вот он заходит в храм, ему там тяжело, мучительно, а почему? Потому что бесы его мучают, они сроднились с его душой, то есть как бы с бесами ему вроде привычнее, и благодать Божия, которая жжет бесов, она и его, получается, жжет, но так просто легион не выгонишь, и вот только потихонечку, уповая на Господа, можно освобождаться от матершины всякой, от винопития, от блуда и так далее, и человеку тяжело поначалу, но как только от бесов он освобождается, ему становится легко, с Богом человеку только радостно, счастливо, легко, блаженно, так вот, здесь получается легион, потому что много бесов вошло в него, значит, много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, то есть спаситель, изгоняя их, как бы обрекает идти в эту гиенскую бездну, в глубины ада, чтобы там мучиться, потому что время их как бы заканчивается, но тут есть определенная тоже тайна, это реалия духовного мира, какие-то бесы сейчас обитают на земле, попущены до времени искушать людей, какие-то может быть уже вот связаны, мы не беремся судить об этом, но в данном случае они вот молят Христа, чтобы не посылал их в бездну, и получается так, что демоны, они без попущения Божия не могут ничем завладеть, ни человеком, ни предметом каким-то, и тем более над жизнью человеческой власти не имеют. тут же на горе паслось большое стадо свиней. Ну, понятно, о чем идет сейчас речь, и к чему идем, тут надо только уточнить, почему свиньи-то? свиньи же для иудеев считались нечистым таким животным, а дело в том, что много было римлян, римские легионеры, потом греки, греческие купцы, приезжие, и вот тут как бы такая, простите, еврейская хитрость, что сами не будем, но ради торговли будем их разводить, чтобы немножко наживаться за счет торговли от свиней. Они продавали этих свиней для приезжих, вот в частности для греков, для римлян, римские легионеры очень любили свинину, но в этом уже некое лукавство, двойственность, то есть вы же нарушаете свой ветхозаветный закон. Конечно, свиньи сами по себе существа, они как бы нейтральные в отношении добра и зла, но раз была заповедь такая вот воздержание, надо было соблюдать. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. То есть нечистые бесы тянутся к тому, что и признавалось нечистым. Да, а сами по себе, вот в чем урок, они не могут завладеть свиньями, тем более не могут человеку. И тут мы читаем, он позволил им, вот это попущение Божие, бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. То есть это еще более жуткое какое-то зрелище, что мирно паслось вот это стадо свиней, и вдруг все хрюкая, кусая друг друга, начинают кидаться, а пастухи-то наблюдают со стороны, они ничего не могут предпринять. ну, потому что вот это легион, то есть стадо там сказано еще у другого евангелиста их две тысячи, а если бесов почти шесть тысяч, то в каждую свинью по три беса, и вот они кидаются и тонут. И спаситель для чего это показывает, допускает? Для того, чтобы люди видели, что с бесами опасно заигрывать, что они могут только уничтожать, только вредить всему живому, с которым соприкасаются. Поэтому, если ты допускаешь специально греховные страсти и в себе их, так сказать, развиваешь, если ты культивируешь в себе свои греховные страсти, то привлекаешь к бесов, которые будут тебя уничтожать и рушить твое естество. И вот это стадо утонуло, а ведь человек-то тот, в котором они все были, весь легион, он не утонул, он не сгорел в огне, он не разбился с обрыва, то есть на самом деле и его жизнь одержимого, она тоже была в руках Божьих. И хотя вроде бы бесы вытерзали, они не могли его убить, он не мог бы кинуться в обрыв, совершить самоубийство. Бесноватые, как правило, никого не убивают и себя тоже не убивают. Убивают люди небесноватые, точнее те, которые становятся как бесноватые, потому что доводят себя до одержимости такой злобы или якобы отчаяния, что хотят убить самих себя. И это все, конечно, человеческие страсти. Ну, а тут что дальше? пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях и вышли видеть происшедшее и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме и ужаснулись. То есть, как так вот этот одержимый человек, который всех пугал, он живой, и вот это их уже пугает, они ужасаются того, что больной стал здоровым, одержимый исцелился. Видевшие же рассказали, как исцелился бесновавшийся. И дальше неожиданная реакция этих жителей. Вот, казалось бы, пришел тот, кто спасает от демонов, тот, кто имеет власть над сатаной, потому что он есть сам Господь Бог во плоти человеческой, а реакция их такая, и просил его весь народ Годаринское окрест, весь народ просил удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. А страхом-то из-за чего? Из-за того, что свиней потеряли. То есть свиньи для них оказались дороже того исцеленного человека, и свиньи оказались дороже самого Господа Иисуса Христа. Вот в чем парадокс, что человек, в общем, существо неблагодарное по подобию тех же самых свиней. Он, то есть Спаситель, вошел в лодку и возвратился. То есть Господь не спорит, не обижает, не упрекает, не говорит, да как же вы так себя ведете. Он прекрасно понимает, что у них внутри. Он дал им определенное знамение, и он возвращается. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус, вот тут тоже странная, может быть, покажется реакция, вот казалось бы, надо взять его с собой. Но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. А почему так? Понимаете, Господь видит, что вот сейчас пользы будет больше, когда этот человек пойдет в дом, к родным, к близким, будет рассказывать. Первая-то их реакция какая была, что они испугались и прогнали Спасителя. Но Спаситель же не собирается на них низводить огонь с неба, то есть он хочет их все равно спасти, и для этого идет вот этот человек как бы тоже как апостол фактически, он становится апостолом, проповедником, евангелистом Христовым, благовестником, и он в этой среде уже проповедует, тогда вот у них постынут эмоции, забудут о них своих свиней потихонечку, или новых купят, но главное уже останется, что они увидят, что есть Христос, который исцеляет от бесов и вообще исцеляет, то есть есть Спаситель, поэтому этот человек и направляется уже как проповедник. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот дальше такая вот фраза, которая тоже по-разному толкует, когда же возвратился Иисус. Народ принял его, потому что все ожидали его. И некоторые толкователи, они говорят, что когда потом, впоследствии Иисус возвратился в эту гадаринскую страну, то народ принял его, потому что все уже ожидали его, то есть ожидали благодаря будущей подготовленной проповедью исцеленного одержимого. А некоторые говорят, что может быть имеется в виду, что он вернулся опять на свою землю и там его приняли. Хотя я больше склоняюсь к первому мнению. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. То есть вот это удивительная вещь. Обычно начальники синагоги, законоучитель, фарисей, они ведь такие мелочные блюстители правил, и Христос для них непонятен. А тут вдруг начальник синагоги сам приходит и просит прийти. Почему? Потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. То есть вот эта страшная ситуация. Дочь лежит, уже умирает. Кому обратиться? Вот он и ко Христу всей душой и идет. А вот Лука, он описывает это, то есть вот тут видно, что это не сочиненное произведение Евангелия, а это именно как некая запись того, что происходило, и поэтому тут немножко такие вот как бы литературно невыправленные, здесь нет такого сюжета выровня, то есть получается вот одна история, спаситель идет с этим Иаиром, чтобы исцелить его, а тут как бы вторая вдруг вклинивается неожиданно. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течения крови у нее остановилась, то есть вроде как бы одна история, а тут вторгается новая, и он туда еще не дошел, а тут уже новая судьба другого человека, и объясняется, кто эта женщина, почему. Во-первых, теснят все народы, вокруг толпятся, в основном это люди любопытные, ну да, они относятся ко Христу хорошо, но хорошо только в том смысле, что как всякому необычному человеку, который чудотворец, который какие-то фокусы, якобы фокусы показывает, и вот они толпятся вокруг него, а было много, конечно, и тех, кто искренне следовали, и тут вдруг женщина, что такое кровотечение, это понятно, и по закону ветхозаветному такая женщина считалась нечистой, и ей ничего не дозволялось, никому прикасаться, никаких святынь не трогать, и так далее, а ведь 12 лет, это же мучение страшное, и она лечилась, а врачи, их лечение стоило очень дорого, и вот сказано, что она издержала на врачей все имение, но ни один ее не вылечил, как преподобный 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 Ефрем Сирин, он так объясняет, что она на врачей потратила все имение и больше помогла врачам, чем себе, то есть они воспользовались ее средствами, а помочь ей так и не смогли, ну и что же, а здесь подлинный врач, врач наших душ и телес, и да, она, понимаете, она нарушает закон, вот нельзя ей прикасаться, нельзя и все тут, но, а как быть, и ее сердце, то есть, вот понимаете, то, что духовное, оно выше вот этих обрядовых ограничений, там, где речь идет о спасении души, да, о спасении жизни, и поэтому уже вот как бы забыв про все законы и обрядовые приличия, она, подойдя сзади, она же не кидается к нему, она не толпится, не тесняет, она просто касается края одежды его, а край одежды это, на одеждах полагались такие кисточки, белые, с голубыми тоже вкраплениями, как бы напоминания о законе Божьем, о небесном происхождении законно Божьем, напоминания о заповедях Господа, и вот она прикасается вот этих краев одежды Христа, и тотчас течение крови у нее остановилось, то есть спаситель, как всемогущий и всеведающий, он, конечно же, прекрасно понимает, чувствует, и он ее исцеляет, но дальше что, а дальше то, что для как бы урока всем, и сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне, ну и собственно говоря, народ-то и так теснился со всех сторон, и как бы, при этом сказано, когда же все отрицались, тут же вот все, кто теснились, сказали, нет, нет, это не я, это не я, то есть они испугались, видимо, что он будет ругать, те, которые теснились вокруг него, и тут же отрицаются, Петр сказал и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне, ну да, Петр правильно говорит, как тут определишь, все прикоснулись, кто рядом стоял, но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня, вот тут, конечно, спаситель, как будто говорит, как бы в третьем лице о своей силе, вот как бы я сам по себе, а сила моя вот сама по себе, вот она вышла, исцелила, на самом деле, ведь мы видим, что здесь именно спаситель, как бы всем процессом руководит, он спрашивает, он там бесов изгоняет, он здесь исцеляет, то есть он действующий в данном случае, это просто такое описательное выражение, а говорится для чего? Для того, чтобы показать, что спаситель как бы, наше смирение, наше смирение, оно как будто бы вот само смирение забирает, берет у Господа некую благодатную силу, силу всеисцеляющую, и тут еще вот в чем дело, спаситель говорит, что некто, кого он исцелил, вот бывает так, что, вот приходишь, например, в обитель, где служит самолебен святому и мощи его там, и потом вдруг вот открывают мощи, то есть обычно все прикладываются через там к створке верхней, стеклянной створочке, а вот тут непосредственно открывают, и народ вдруг начинает настолько вот хлынет вперед, что готовы действительно все сметать на своем пути, и толкаются, и друг друга оттесняют, и толпятся, ну разве же Господь вот даст таким благодати, когда он подает тем, кто как раз себя-то вперед не пропихивает, то есть если мы вот как-то толпа ведем себя в храме рядом со святынями, тесним, отталкиваем других, и думаем, что мы сейчас пробьемся к святыне, мы как раз себя самих от святыни отодвигаем, вот то же самое, когда все толпятся, чтобы идут к чаше причаститься, кто-то вперед пролезет, а ведь спаситель кого именно удостоит святых даров, кто чувствует себя последним, кто как раз осознает, что он-то и недостоин приобщиться, и вот такие редкие люди, они исподобляются действительно благодати, и тут спаситель спрашивает, женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась, и поверьте, что это было очень тяжело сказать, что ну вот у меня там кровотечение, то есть есть болезни, про которые неприлично говорить вслух, а тут она смиряется и объявляет свой диагноз словами, какие могла подобрать, то есть она тут до зела уже смирилась, простерлась сниз, он сказал ей, дерзает черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром, то есть вот как он прославляет ее веру ради ее смирения, и такие люди получают исцеление, но это вот встроенная такая вот линия, как бы попутно главному шествию, когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя, и в каком-то смысле получается, что Христос опоздал, вот вместо того, чтобы идти исцелять, спасать от смерти 12-летнюю траковицу, он отвлекся на какую-то там кровоточивую женщину, на обсуждение с народом, там Петр ему отвечает, он чего-то говорит, что вот некто прикоснулся, он прославляет веру этой женщины, а может быть надо было не терять время, а просто идти скорее исцелять ту девочку несчастную, и вот оказывается, что у Бога все вовремя, то есть не бывает так, чтобы Господь опоздал, да, или что там священник куда-то, если вот он едет со святыми дарами, или соборов или еще чего-то, что он опоздал, нет, есть какой-то особый промысл Божий, который все в свое время расставляет, и здесь поначалу казалось не так, что вот он отвлекся, и как раз девочка умерла, зачем ты утруждаешь учителя, говорят этому отцу Иаиру, но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет, то есть, не думай, что все кончено, нет, смерть это еще не конец, ты не бойся, главное не бойся, она будет спасена, придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анна и Якова, и отца девицы, и матери, то есть, вот эта вот толпа следует за ним, доходит, но он их не пускает, берет с собой, причем даже не всех двенадцать учеников, а только вот избранных, те, которые видят самые такие вот важные моменты в евангельском служении Господа, Петр, Иоанн, Яков, ну, конечно же, родители этой почившей девицы отец и мать, все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит, то есть, а вот приходит сама жизнь воплотившаяся, сам Христос, в руках которого жизнь и смерть, и они же видели, очевидно, что умерла, а им говорят, не плачьте, но тут неожиданная реакция, и смеялись над ним, зная, что она умерла, вот понятно, что родители не будут смеяться в такой ситуации, неважно, кто чего сказал, да, то есть, им не до смеха, не будут смеяться те, кому дорога эта девочка, а кто смеялись, ну, бывает так, что, вот там нанимали, конечно, таких вот плакальщиков профессиональных, которые изливали слезы перед лицом, собравшихся за деньги, и, как бы, это некое исполнение роли, плача, а в душе они совершенно, как бы, равнодушны, и вот они могли тут и как бы и похихикать, что, ну, как же там она не умерла, мы что-то видим, но успели ли они вот позвать этих плакальщиков, огромный вопрос, или же это были просто люди, которые находились рядом и, в общем-то, из дома этого начальника синагоги, ведь если он начальник, то у него там много было людей, и не все были сердечно тоже расположены и сострадательны, и вот они-то смеялись над Спасителем, зная, что она умерла, он же, он не собирается на них обращать внимание, это вот тоже такой нам урок, что если кто-то смеется, если кто-то там хихикает, надсмехается, издевается, наше дело это вот обращаться ко Господу Иисусу Христу, молиться, быть с Богом вместе, и вот такая молитва, она может произвести чудеса, а люди, ну, они сами за себя ответят, и так он же, выслав всех вон, и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань, то есть он берет ее за руку, поднимает и говорит, девица, встань, и возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть, то есть Спаситель тут же ее воскрешает, он воскрешает, потому что он собственно творец мира, он вместе с Отцом и Святым Духом создавал этот мир, и для него нетрудно воскресить любого почившего, и в наши дни, кстати, тоже бывают такие случаи, в общем-то, случаи клинической смерти, когда человек умирал, и мы встречаем таких людей, но Господь их возвращает все равно, да, по какой-то причине, и возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть, то есть Спаситель не только проявляет заботу о духовном, но и о телесном, почему дал есть, ну потому что она до этого болела, она была истощена, вот он ее возвращает к жизни, и возвращает ее к нормальному человеческому образу жизни, а этот образ жизни, он предполагает, что надо кушать, надо что-то выпить, поддержать свои силы, поэтому Спаситель велел дать ей есть, и уже тут не обманешься, это воскресшая девочка на самом деле, и удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем, то есть, ну зачем рассказывать, если опять там кто-то будет смеяться, что-то перетолковывать, вот произошло главное, девочка, дочка возвращена своим родителям, вот такие вещи производил Господь, то есть, это явные такие удивительные чудеса, воскрешение, на этом мы завершаем чтение восьмой главы Евангелия от Луки, чтобы в следующий раз уже вместе с вами прочитать главу девятую, храни вас Божие, дорогие братья и сестры, до скорой встречи!